Многие гости острова свободы, едва успев вступить на кубинскую землю, слышат от гидов. Успейте увидеть Кубу, пока американцы здесь всё не испортили. Безусловно, это всего лишь шутка, но как и в любой шутке, в ней есть доля горькой правды. На самом деле Куба постепенно теряет свой особый колорит и нужно успеть увидеть её до того, как она изменится до неузнаваемости. Все, кто собирается посетить Кубу, представляют её примерно одинаково. Благородно ветхие постройки в колониальном стиле, прекрасно сохранившиеся автомобили с середины прошлого века, темпераментные мулатки, не знающие нижнего белья и много, очень много хороших и недорогих сигар и качественного рома. К сожалению, большинство туристов оказываются разочарованы этой экзотической страной. Нет, мулаток и ретроавтомобилей тут хватает, а колониальные виллы по-прежнему колоритны и загадочны, но кроме этого, гостям придётся столкнуться с другими особенностями, характерными для острова свободы. Всеобъемлющая халява. Уровень жизни кубинцев очень низкий и большинство островитян живёт на грани нищеты. Средняя заработная плата в Гаване составляет всего 50 долларов, а многие продукты уже не один десяток лет распределяются по карточкам. В связи с этим совсем неудивительно, что каждого иностранца здесь воспринимают как ходячий кошелёк. Государство получает 60% национального дохода от туризма, но и простые граждане не промах и с радостью воспользуются вашей щедростью. Для Кубы не является странной просьба работника отеля отдать при выезде ему початый тюбик зубной пасты или шампунь. Нужно смириться и с тем, что возле вас будут непрерывно околачиваться новые друзья, которые страстно хотят стать вашими гидами, конечно же бесплатно. Только показывать они вам будут особые достопримечательности типа баров, в которых якобы напивался Хемингуэй, магазины с сувенирами и алкоголем и тому подобное. Во всех этих местах гостя легко и непринужденно склоняют выпить по пивку, перекусить или что-то купить. Разумеется, во всех случаях платит никто иной, как приезжий. Вам может показаться, что коктейли и бутылка пива это пустяк, но для жителей Кубы это достойное вознаграждение за его заботу о вас. Любовь злодейка. Если гость острова ищет продажной любви, то он ее обязательно находит, при этом не только за деньги, но и за обед или даже банку колы. На улицах кубинских городов всегда можно встретить преклонного возраста американок или немок, которые ведут под руку местные молодые мачо. Можно встречаться неделю с девушкой и быть уверенным в ее искренних чувствах, так как она не требует ни денег, ни подарков, а просто пьет с вами пиво и обедает. Но это не более чем особая, безысходная разновидность продажной любви, свойственная кубинским дамам с низким доходом. Вполне вероятно, что многим такие перспективы покажутся заманчивыми, но на самом деле для любого нормального человека сам факт возможности таких отношений покажется гнетущим. Гораздо проще и честнее покупать любовь открыто, а не брать ее за тарелку жаркова и несколько круассанов. Дорогой и некачественный интернет. Относительно недавно на кубе с интернетом ситуация складывалась совсем плачевная, он просто был запрещен. Но все изменилось и теперь его наконец разрешили. Если кто-то не уловил иронии, то отдельно нужно объяснить. Все пользователи всемирной сети на острове свободы находятся под плотным колпаком местной службы госбезопасности, которые живо интересуются тем, какие сайты посещают пользователи и что они пишут на форумах. Но даже не это является основной проблемой. Интернет на острове очень медленный и скачивание относительно небольшого файла может занять несколько минут. О просмотре потокового видео и такой роскоши, как общение в соцсетях, стоит сразу же забыть, для кубы это экзотика. Тем более, что стоимость интернета здесь просто заоблачная. За час работы в сети из какого-нибудь интернет-кафе придется выложить не менее 12 долларов, а за скоростной интернет в гаванском отеле Малья Кахиба просит уже 15 долларов в час. Из положительных моментов стоит отметить неплохое качество мобильной связи, которая снова-таки омрачает ценовая политика местных операторов. Вам лучше сразу же отключить роуминг, так как звонок в Россию обойдется не менее чем в 3 доллара за минуту. Ветхие отели. На Кубе уже появились отели международной сети Кемпински, но в большинстве случаев туристы останавливаются в условиях далеких от мировых стандартов. Многие гостиные комплексы переделаны из пионерских лагерей и даже зданий совсем не жилого профиля. Поездка уровня эконом это почти стопроцентная гарантия, что жить придется именно в таких отелях. Тем, кто застал ненавязчивый советский сервис, покажется, что они вернулись в старые добрые времена. Почти все в подобных отельных комплексах по талонам и по записи. При въезде гость получает кучу бумажек на завтраки, обеды и ужины, право посещать пляж, получать свежее полотенце и тому подобное. Неопытному туристу разобраться во всей этой бюрократии будет совсем непросто. Есть еще один неприятный момент, связанный с посещением пляжей. При въезде в гостиницу отдыхающие автоматически закрепляются за ее прибрежной зоной. Если гость отправился на пляж соседнего отеля, его или выставят оттуда, или потребуют оплатить отдых. Веяние демократии сделали курортный отдых менее приятным. Если раньше кубинцы мечтать не могли о том, чтобы находиться в одном отеле с иностранцем, то теперь это само собой разумеется. Из-за этого большинство гостиниц переполнены местными жителями, которые отдыхают со своими шумными женами и беспардонными отпрысками. Прогресс на грани фантастики. Если вы мечтаете окунуться в настоящий абсурдный так называемый совок, то лучшего места, чем остров свободы, вам точно не найти. В стране ходят два типа денег. Обычные песо, куб и конвертируемые кук. Курс обычного песо в кук составляет 1 к 25. Рассчитанными на иностранцев куками можно рассчитываться в специальных магазинах, что очень напоминает систему советских березок. Деньги перед отъездом на кубы лучше обменивать не на доллары, а на евро, так как курс этой валюты гораздо более выгоден при обмене на местные деньги. Что касается пластиковых карт, то на них лучше не полагаться. Здесь очень мало мест, где ими можно расплачиваться, а карты американских банков на кубе и вовсе не обслуживаются. Потребительская корзина среднестатистического кубинца снова возвращает нас в социалистическое прошлое. Основу питания местных жителей составляют черные бобы, рис и бананы особого сорта, напоминающие по вкусу картофель. Один раз в месяц семья может себе позволить купить по талонам курицу, чтобы устроить однократный праздник живота, или наоборот растянуть удовольствие на длинное время. На острове, расположенном в одном из наиболее рыбных регионов планеты, морепродукты почему-то не в почете. Рыбу тут едят мало и неохотно, а знаменитых омаров и лобстеров могут себе позволить только иностранцы. Ловля этих членистоногих для кубинцев строго запрещена, иностранцам на кубе быть крайне невыгодно. Если местный заплатит за проезд в автобусе 5 песо, то вы должны умножить эту сумму на 5 и рассчитаться по курсу пресловутыми куками. Аренда мотороллера также сопряжена с затруднениями. Заправить эту технику вы сможете исключительно в колонке для иностранцев, рассчитываясь по грабительскому курсу. При этом даже полный бак бензина это еще не повод для радости. В стране жуткие, полуразвалившиеся дороги, ездить по которым настоящее мучение не только на мототранспорте, но и на автомобиле. Вы помните, что такое плановая экономика? На кубе вам может выпасть шанс освежить воспоминания, когда при вас случится очередной дефицит. Недавно, например, на острове свободы внезапно закончилось пиво. Где-то в расчетах была допущена ошибка, и оказалось, что туристы пьют пенный напиток быстрее, чем промышленность его производит. Однако, как бы я не старался рассказать вам о минусах кубинского отдыха, стоит признать, что остров стоит того, чтобы там хотя бы раз побывать. Холодная вода в море для кубинцев это плюс 26 градусов, а летом обычно ее температура около плюс 35 градусов Цельсия. Нельзя не отметить и то, что кубинцы невероятно позитивны, открыты и жизнерадостны. Люди здесь без проблем доживают до 80 лет и находятся при этом в хорошей физической форме. Немало этому способствует и медицина, которую эксперты признают одной из лучших в мире. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok